Приветствую! Продолжаем серию видео по поводу создания своего собственного 3D игрового движка на C++. В этом эпизоде познакомимся с расширенной техникой создания освещения и текстурирования, которая называется Normal Mapping. Что это, с чем едят и как пользоваться, узнаем на протяжении этого видео. И наливай себе чего-нибудь горяченького, возьми чего-нибудь вкусненького и приступай к просмотру. Погнали! С точки зрения техники освещения, единственный способ определить форму объекта, это его вектор нормали. Поверхность текстуры логотипа движка имеет только один вектор нормали. И в результате она освещена равномерно, в зависимости от направления этого вектора нормали. А что если мы будем использовать не нормаль поверхности целиком, а нормаль каждого фрагмента? Таким образом, мы сможем слегка отклонять вектор нормали, основываясь на мелких деталях поверхности. Это создаст иллюзию, что поверхность имеет намного больше признаков и деталей. Используя нормали для каждого фрагмента, мы можем обмануть освещение, заставив его поверить в то, что поверхность состоит из крошечных, перпендикулярных вектором нормали и плоскостей. Поскольку мы меняем только векторы нормали для каждого фрагмента, нет необходимости менять общее уравнение освещения. Мы будем передавать в алгоритм освещения нормаль для каждого фрагмента вместо интерполированный нормали к поверхности. Также нам понадобится так называемое касательное пространство, или tangent space. Самое замечательное в этом пространстве то, что мы можем вычислить матрицу для любого типа поверхности, чтобы правильно выровнять направление оси Z касательного пространства с нормальным направлением поверхности. Матрица такого рода называется TBN, где заглавные буквы обозначают касательный, бикасательный и нормальные вектора. И чтобы построить такую матрицу изменения базиса, которая преобразует вектор касательного пространства в другое координатное пространство, нам нужны три перпендикулярных вектора, которые сонаправлены осям поверхности карты нормалей. В шейдер уже передается готовое вычисленное значение касательной, бикасательной составляющей векторов. Внутри этого шейдера сначала преобразуем все векторы матрицы TBN в систему координат, в которой мы хотим работать, которая в данном случае является world space, то есть мировым пространством. Вместо того, чтобы отправлять обратную матрицу TBN во фрагментный шейдер, мы передаем во фрагментный шейдер позицию освещения в касательном пространстве, позицию обзора и позицию текущей вершины. Это избавляет нас от необходимости выполнять матричные умножения во фрагментном шейдере. Это отличная оптимизация, поскольку вершинный шейдер запускается значительно реже, чем фрагментный. Во фрагментном шейдере используем входные переменные для расчета освещения в касательном пространстве. Поскольку вектор нормали уже находится в касательном пространстве, мы можем использовать освещение. Применяя отображение нормалей в тангенциальном пространстве, вы должны получать результаты, аналогичные тому, что видели в начале этого видео. А что если мы хотим перемещать плоскость или вращать ее? Как будет вести себя освещение в этом случае? Добавим поддержку и этой возможности. Напоминаю, что в предыдущем шейдере мы взяли и транспонировали матрицу TBN. Она же преобразует любой вектор из мирового пространства в заданное касательное пространство. В этом же шейдере, который у нас является фрагментным, используем данную матрицу для преобразования не нормали, а других соответствующих переменных освещения в касательное пространство. Нормаль же снова находится в том же пространстве, что и остальные переменные освещения. Стоит отметить, что для понимания того, как работают шейдеры, необходимо знать, во-первых, как устроена барицентрическая система координат. Далее необходимо понимание модели освещения. В данном случае освещение построено по модели фонга. Также есть еще и расширенная версия этого освещения. Она называется модель блинна фонга. Это два ученых, которые придумали выражать освещение с помощью суммирования параметров, которые известны из радиометрии. Такие как, например, коэффициент поглощения, коэффициент отражения света. И также эти ученые ввели так называемый ambient light, цвет окружения. В контексте данного шейдера, ambient light, есть не что иное, как произведение цвета текущего фрагмента, который он воспринимает от окружения, на некоторый коэффициент. В данном случае это 0,1. Вычисляем направление света. Коэффициент поглощения. Это есть точечное произведение направления света и нормали. Далее вычисляем направление отражения фотона. Для этого необходимо вызвать функцию рефлект и передать туда параметры направления источника света, вектор, который указывает, где источник света, и нормали текущего фрагмента. И последним этапом в уравнении является задание эффекта зеркальной поверхности. В данном случае это Specular. Задается с помощью некоторого коэффициента, вычисляемого с помощью формулы. Берем точечное произведение нормали на полурасстояние вектора источника света и возводим это в некоторую степень. И вот ваша поверхность имеет коэффициент отражения. В итоге получается простое уравнение, когда мы можем узнать цвет текущего фрагмента с помощью простого суммирования трех составляющих, зависящих от цвета окружения, коэффициентов поглощения и отражения материала. Было полезно и познавательно? Поставь лайк и подписывайся на канал. Я же надеюсь, что ты получишь сильную мотивацию после просмотра этого видео и продолжишь изучать математический аппарат для 3D-движков. Далее добавляем в движок наш новый шейдер и активируем параметры этого шейдера на определенном этапе цикла отрисовки. После этого можем проверить в действии нашу теорию. В шейдер необходимо передать информацию, что у нас будут использоваться дескрипторы файлов, и мы будем подгружать текстуры. В данном случае мы будем подгружать не просто текстуры, а они по-другому называются карты. У нас есть diffuse map и также есть normal map, то есть карта нормалей. И мы задаем индексы для дескрипторов файла. 0 и 1. После чего на каком-то этапе работы движка необходимо будет подгрузить данные текстуры. Я буду использовать подгрузку текстур из папочки ресурсов. Все текстуры к текущему проекту есть на сайте CyberColorLearn. Можно по ссылке в описании найти все исходники и повторять за мной. Будем использовать всем знакомые кирпичики. Профессионалы доверяют CyberColorLearn и приобретают ценные знания. Становись инженером по 3D графике вместе с интенсивом 3D игровой движок на C++. Все слушатели создают свой графический движок абсолютно с нуля. К тому же тебя ждет погружение в виртуальную реальность и создание проектов на своем игровом движке для портфолио. Отмечай прогресс на сайте. Соревнуйся в лидербордах. Ссылка в описании. Вы IT-элита школы КиберКоала. И смотри скринкасты на платформе Talksy. Talksy это сервис видеозвонков и групповых конференций, который позволяет стримить в разрешении 4К. Работает прямо в браузере. А по моему эксклюзивному инвайту по ссылке в описании получишь доступ на закрытый сервер КиберКоалы на платформе Talksy. Talksy это как дискорд на максималках. А теперь возвращаемся к туториалу. Далее, как и с другими шейдерами, нам необходимо предоставить входные параметры. Такие как матрица проекции, матрица просмотра, ViewMetrics. И далее нам необходимо будет предоставить также модель. То есть матрицу самой модели. Для начала инициализируем матрицу и назовем ее Quad Model 2. Далее преобразуем матрицу модели таким образом, чтобы модель находилась в глобальном игровом пространстве, где-то не в нуле. Будем поворачивать с течением времени нашу модель. Модель в данном случае у нас будет обычный Quad. Будем вращать Quad вокруг X и Y осей. После чего нам необходимо использовать новый шейдер. И передать в шейдер матрицу модели. Далее задаем параметры необходимые для Normal Mapping. Передаем позицию ViewPosition, то есть это позиция камеры. Позицию источника освещения LightPosition. После чего необходимо активировать возможность использования нескольких текстур на данном объекте. Именно в таком виде в OpenGL передается и задается текстура у объекта. Для начала нужно активировать текстуру GL Active Texture по каналу 0. Потом ее связать, GL Bint Texture. Мы говорим, что у нас текстура 2D. И передаем туда карту диффузную, Diffuse Map. После чего активируем вторую текстуру Normal Map. Далее будем попросту отрисовывать обычный квад. Это плоский квадратик, как и в других игровых движках. Давайте посмотрим, что получилось. Видим, что у нас логотип уже отражает свет и он не такой плоский. Что же касается кирпичной стенки. Классический пример для Normal Mapping. Смотрим, что стенка у нас уже приобретает более красивый и физически подобный вид. То есть у нас есть ощущение объемной стены кирпичной. И с помощью эффектов света можно увидеть, что добавляются еще и некоторые подробности этой поверхности. Такие как вмятины или наоборот вершины. То есть поверхность получается у нас, во-первых, шероховатая. А во-вторых, с некоторой интересной геометрией, которая оптимальным способом передается на экран. Вот с помощью такого нехитрого трюка Normal Mapping можно оптимально передавать информацию о материале объектов в игровом движке. Надеюсь, это видео тебе понравилось. Я же благодарю за просмотр.